Друзья, продолжаем. Сейчас я буду отвечать на вопросы из Твиттера. Таравков, 77. Роман Таравков. А если не так ударение поставил, извините. Большевики многое разрушили, но и построили немало. А вот что построила современная Россия? Ну, справедливый вопрос. Мало что построила, если вообще что построила. Но она еще вот что умеет делать. Когда даже что-то появляется, она зачастую сама это и уничтожает. Ну, то есть власти. Появляются некоторые вещи, они уничтожают. А вот и зря это делают. Потому что идеи нет. Потому что души нет. Потому что надежды нет. Потому что честности и правды нет. И профессионализма нет. Только пилим. Вот потому так. Давайте, пожалуйста, комментарий по падению рубля. Особенно мне нравится, что это спрашивает Винцензиний. Уважаемый Винцензиний. Какой вам еще комментарий? Рубль падает. Потому что рынки в мире падают. Потому что два последних года нужно было развивать внутренний спрос. Потому что это единственный путь к выходу российской экономики из зависимости от внешних рынков. А внутренний спрос в России лучше всего развивать через строительство дорог, жилья, домов, инфраструктуры. То есть создавая саморазвивающийся экономический механизм. Ну, как еще это объяснить? Я говорю, что не знаю просто. Тогда рубль не будет падать. Вернее, он будет занимать то положение, которое нам будет выгодно. Ведь нет абсолютной рекомендации, что рубль должен быть низким или высоким. Нет. В зависимости от того, какую вы проводите экономическую политику. И в зависимости от того, любите вы своих граждан или нет. Потому что если вы любите своих граждан, то вы не допускаете инфляции. И не допускаете, чтобы их клады обесценивались. А если вам ваши граждане безразличны, то вы занимаетесь движением курса рубля, только в зависимости от того, экспорт и импорт для крупных корпораций. Конечно, все взаимосвязано. Но всегда есть какая-то доминанта. Вот об этом и речи. Great.gr Григорий Алексеевич, ваш прогноз. Рецессия будет плавной и затяжной. Или разразится кризис. Профессиональный вопрос. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это еще не кризис. Это еще, ну так называемая волатильность, это признаки рецессии. Но еще это не кризис. И все это еще может восстановиться. Я бы сейчас панику не раздувал. Но, конечно, во-первых, риски существуют. Но многое будет зависеть от того, как будут вести себя главные субъекты всей этой истории. А именно Федеральная резервная система Соединенных Штатов и национальные правительства. В частности, Американская и Европейский Союз. Или что будут делать Китай. Вот три главных игрока в мире. Пока ситуация складывается неблагоприятно. Но все же, я думаю, что до кризиса еще будут некоторые развилки. И сейчас еще есть возможности сосредоточить всю экономическую политику для того, чтобы помочь России не ввязываться в этот, не влезать, не впадать в этот гигантский процесс рецессии, который все-таки, конечно, есть.